Меня зовут Сорокина Татьяна, я директор компании Unit Consulting, и сегодня, собственно, наша тема традиционные и цифровые каналы продаж и те задачи и цели, которые нам необходимо выполнить сейчас в условиях изменяющейся ситуации у нас на рынке. Серьезно подтолкнуло к этому, конечно, изменения, связанные с самоизоляцией, опять же, с пандемией, поэтому об этом и во всем мы сегодня с вами, собственно, поговорим. Несколько слов сначала о нас, о компании Unit Consulting. Мы работаем 17 лет на рынке, работаем с 2003 года, работаем в первую очередь как консультанты, то есть мы помогаем организовать систему продаж и дистрибуции. Соответственно, работаем, готовя под ключ различного рода преобразования в системе продаж, ну и также нами проводятся и мероприятия обучающие, и не только, вот, например, как сейчас, как бы с точки зрения ознакомления с какими-то, ну, какими-то основными, так скажем, подходами нашими, также и полноценные семинары, там, мастер-классы, в последнее время, там, экспертные сессии и так дальше. Всего там более 400 различных мероприятий. Как консультанты, более 90 проектов выполнено. Наша основная, так скажем, креда, да, наш основной имидж, который мы стараемся держать вот уже там много лет, это экономическая результативность, то есть практически все рекомендации, которые мы даем, мы прорабатываем через экономику. Смотрим внимательно экономику, рассчитываем, даем обоснование, собственно, но это, как правило, дает свои результаты. То есть, как в большинстве проектов, которых мы выполнили, те затраты, которые несли наши клиенты, ну, как бы в соответствии, в соотношении с теми доходами, которые они получали от привлечения нас как консультантов, как правило, не превышали полутора процентов, ну, как бы затраты от доходов в течение года. Выпущено за это время три книги, собственно, первая книга, последняя книга как раз вот анонсируется и в очень тесном контакте, в постоянной, как бы, работе, за что, собственно, очень большая благодарность ритейлу была, как бы, выпущена и даже разработана в значительной степени. Пожалуй, ни одну так книгу мне редакторы внимательно не отслеживали и не редактировали, как в ритейл, то есть очень качественная работа, книга по продаже цифров, планирование, мониторинг, контроль. Про нее мы тоже немножко позже проговорим. Ну, вот, собственно, как бы это кратко про нас и предлагаю начинать, значит, какие основные тренды, которые есть сейчас, почему мы вообще говорим о перезагрузке формата. Очень быстрыми темпами в последнее время развиваются онлайн-продажи. Так как, ну, самые такие у нас основные поставщики информации о статистике по каналам продаж инфолайн, поэтому я вам тут привела три слайда, на которых, как бы, опираюсь и, ну, которых тоже предлагаю вам рассмотреть как, да, основу для, возможно, каких-то дальнейших ваших мероприятий, что происходит в целом. Вот первый слайд по развитию интернет-торговли в России. Мы видим, что идет значительная, очень большая динамика развития интернет-торговли, то есть там каждый год прирастают продажи там по разным категориям в разном, но там, скажем, от 50 там до 100 процентов идет значительный прирост продаж, но тем не менее, как свидетельствует статистика, в целом объемы, доля интернет-торговли в целом в России, она пока еще не велика. Видите, вот здесь 21 год, сейчас вот указочку подцеплю, вот, 21 год это всего лишь 7 с небольших процентов прогнозно будет у нас в общем объеме розничной торговли. Видите, что немножко разная ситуация у нас по различным категориям, ну, то есть есть все равно, как бы некоторые лидирующие категории, да, например, там электроника, бытовая техника, вот, детские товары, то есть онлайн-продажи там значительные. Ну и, соответственно, в последнее время вот готовая еда очень активно развивается, там, например, продукты питания активно подхватили в прошлом году эту эстафету, если так можно сказать, да. То есть разная, конечно, по категориям, но в целом направление как бы одно и то же, да, и тренды, они, в общем-то, похожи. По-прежнему, конечно, у нас остается среди лидирующих каналов это сети. Тут, опять же, никуда не денешься, можно там очень много говорить о развитии интернет-канала, но, тем не менее, сетевой канал у нас по-прежнему как бы один из основных, поэтому перезагрузка в любом случае должна касаться в том числе и, в первую очередь, на самом деле, если мы имеем в виду прямо ближайшие объемы продаж, то это, безусловно, как бы сетевые магазины. Вот, опять же, данные инфолайн, видите, что есть у нас данные о количестве объемов продаж в топ-10 сетях, самых крупных федеральных сетях. Вот, есть, соответственно, данные топ-100 и топ-1000. Вот, суммарно они у нас занимают, видите, почти три четверти рынка, то есть сетевые продажи различного рода, то есть объемы очень большие. Единственное, что, конечно, прошу обратить ваше внимание, и об этом будет потом несколько слайдов еще, что даже в условиях сети они также развивают интернет-торговлю, да, то есть они также работают в онлайн, и их доля онлайн-продаж в сетях сейчас достаточно высока. Опять же, если говорить, в первую очередь, о тех категориях, которые вот там были упомянуты в предыдущем слайде, например, товары для дома, да, там электроника, бытовая техника, детские товары, то есть там доля онлайн-продаж достаточно высока, поэтому вот эти три четверти розничной торговли, здесь вот инфолайна не выводит данных по доле в них интернет-продаж, этой информации нет, но там, так скажем, экспертной, если посмотреть, она может достигать сейчас в среднем по разным категориям, по потребительской группе товаров, она может достигать там в районе 10-15%, то есть, ну, тоже еще дополнительно, как бы, значительный, к тем самым 7%, которые мы видели отдельно по независимым игрокам, так скажем, да, по крупнейшим ритейлерам, это тоже сумма, как бы, доля очень значительная, поэтому это тоже нужно учитывать. Ну, и здесь, как бы, есть информация о том, что есть у нас товары потребительского спроса, куда у нас входит продукты питания и, ну, FMCG, как бы, потребительская группа, не продуктовая, не пищевая группа, да, она тоже растет очень быстро, идут большие приросты, вот 80-50% там прогнозные дает инфолайн, а в целом, на самом деле, да, в целом товары, так скажем, материальные товары, продажа их значительно больше, и в первую очередь это связано с тем, что там работают индустриальные рынки, на самом деле, и в индустриальных рынках также активно те же самые процессы идут, что и на потребительском рынке, и они, собственно, значительно добавляют нам вот эти вот объемы, которые мы видим. Вот, то есть, ну, короче, у нас получается, что сетевые форматы для нас крайне важны, поэтому вот следующий слайд, опять же, это последний слайд, водный инфолайн, который нам показывает о том, что идет развитие различных форматов, голубым цветом здесь выделен non-food, таким образом, да, вот желтые непосредственно точки, да, вот такие, которые идут по каждой шкале, это указания на ключевых игроков топовых, топ-сетей, да, собственно, какова их доля в этих во всех объемах, ну, и, собственно, здесь представлена, видите, традиционная торговля, которая сокращается у нас, дает инфолайн 5%, ну, собственно, как бы, дает он 5%, не будем комментировать, значит, он дает 5%. Есть информация по супермаркетам, вот следующая, да, то есть, они более или менее стабильны прогнозно, также стабильность остается. Следующий у нас такой фиолетовый цвет – это дискаунтеры, как бы, долгое время там шло развитие, оно, как бы, пока еще тоже у нас зафиксировано, вот, дальше, ну, как бы, магазины FMCG, ну, в том числе здесь магазины у дома, да, и здесь вот как раз есть значительный, как бы, и потенциал развития, и динамика, как бы, значительная. Следующие – это гипермаркеты, ну, и дальше, как бы, non-food, как определил инфолайн, как бы, ну, вот по этой статистике. Соответственно, основное, основное направление – технологическое превосходство, да, идет консолидация, как говорят аналитики, как говорят эксперты, вот, и консолидация, в первую очередь, вот, за счет, вот, на базе именно технологического превосходства, включая, как бы, и бигдейту, детальный анализ, там, скажем, в последнее время мы активно предлагаем использовать, например, такой метод анализа, как WFM-метод, и сеть лента некоторое время назад опубликовала подробные, ну, как бы, достаточно подробную информацию о том, как они используют вот этот великолепный метод, WFM-метод, для оценки потенциала продаж и для индивидуальных персонализаций предложения своим, там, многомиллионным клиентам и, собственно, увеличение объемов продаж, то есть тот экстраординарный рост, который долгое время показывала лента, как бы, по их собственным оценкам связан как раз именно вот с технологическим превосходством, использованием бигдейта, ну, вот, на основе, например, вот этого метода, WFM-метода. Вот, поэтому, как бы, технологический блок здесь очень важен, и, опять же, напоминаю, что попадая в сети, вы в том числе попадаете в их интернет-канал, и этот канал, который, как бы, с каждым годом расширяется и расширяется. Поэтому первая моя основная, как бы, мысль, что так как у нас достаточно четко дифференцированы каналы, форматы внутри розничной торговли, то, в первую очередь, конечно, оптимизация, вот этот огромный объем, который у нас проходит по-прежнему через сети, и, в общем-то, потенциал, если посмотрим, там, на первом слайде был потенциал дан инфолайн, консолидация дальше будет происходить, да, то есть объем через сети будет происходить, проходить дальше все-таки больше еще. Получается, что нам необходимо четко, абсолютно понимать, какую именно продукцию, какой именно ассортимент мы поставляем в ту или иную сеть, исходя из ее отраслевой принадлежности, исходя из формата, который использует та или иная сеть, да, и это каждый раз должен быть разный ассортимент, очень четко, как бы, обоснованный, проработанный вами. И это дает, в первую очередь, именно настройка ассортиментных матриц под определенные каналы, индивидуально под крупных сетевых игроков, либо, там, в целом под сетевые каналы, например, канал специализированных магазин, специализированных сетей, да, которые выделяются по какому-то определенному ассортименту, либо, там, сети, которые работают на широком FNZG потребительском сегменте, но, как бы, предпочитают, там, формат дискаунтеров, да, работают в формате дискаунтеров. То есть, это все свои особенности, и каждый раз, как бы, заходя и развивая продажи в тех или иных сетях, как бы, ключевой фактор успеха, в первую очередь, связан с тем, что нам необходимо очень четко понимать, с каким ассортиментом мы идем, да, и, собственно, какие объемы мы можем получить в том или ином формате. Поэтому, что предлагаю вам с точки зрения перезагрузки при работе с сетевыми клиентами вашими, это, в первую очередь, очень четкая отработка ассортиментных матриц. Причем, могу сказать, что далеко даже не все компании, когда продумывают ассортимент и развивают его в той или иной сети, либо в той или иной сегменте сети, они используют непосредственно, так скажем, четко обоснованные аналитические данные по своим продажам. Даже этого не так много, но для того, чтобы именно качественно разработать ассортиментную матрицу, вам будет недостаточно внутренних данных по продажам. То есть мы предлагаем еще вам также внимательно проанализировать информацию по внешним данным, внешним маркетинговым данным, которые, в общем-то, сейчас достаточно как бы доступны и относительно недорого можно приобрести на рынке. Поэтому первым этапом мы предлагаем провести как бы внутренний тщательный анализ вашего ассортимента. Конечно, ключевой, так скажем, метод в этом случае анализа, это у нас АБЦ-анализ, безусловно, да, группы, выделенные по максимуму, там, либо объемов продаж, либо, соответственно, прибыльности, маржинальности, они у нас попадают в группу А. Какой процент, например, выручки, либо, например, прибыли в целом по компании характерен для группы А, он на самом деле от разной компании варьируется от компании в компании. Но в среднем мы встречали, скажем, в районе 65 процентов. Если у вас там несколько, не знаю, 10, 15, 20 позиций ваших дают вам 65 процентов продаж, вот, то, соответственно, это однозначно группа А, то есть какие-то ключевые ваши позиции. Вот, если, соответственно, это в том случае, кстати говоря, если вы производитель, да, если вы, собственно, непосредственно торговая компания, то, например, дистрибуторская компания, дилеры, то в этом случае на ключевую группу А будет приходиться меньше, так как, как бы, широта ассортимента больше, гораздо больше у вас позиции в портфеле. Соответственно, это может быть в районе 45 процентов, это группа А. Да, ну, соответственно, группа Б также уже, там, если, например, у вас там было 65 позиций в группу А у вас попадало, ну, скажем, в районе еще дополнительно 30, 25 позиций, там, 40 позиций, может, до 40 позиций может попадать у вас в группу Б. Ну, и группа С там по остаточному признаку, обычно это бывает, там, или до 5 процентов, до 7, даже очень часто не дотягивает до 10 процентов. Вот, то есть мы выбираем ассортимент, смотрим ассортимент с точки зрения его популярности, в общем-то, отнесение к той или иной категории показывает, насколько он ходовой и востребованный с точки зрения, как бы, да, потребителей. Вот, кроме объемов продаж, также необходимо смотреть и анализировать рентабельность, безусловно, и в этом случае, как бы, в первую очередь, необходимо внимательно посмотреть, сколько у вас продается по промо. Вот, эту аналитику обязательно необходимо сделать. Каждый раз, когда, как бы, мы работаем, мы такую аналитику делаем, и могу сказать, что, ну, часто бывает это такой неожиданной ситуацией, там, для компаний в том числе. Здесь у меня указано, что, в первую очередь, имеет смысл рассматривать для формирования, оптимизации матрицы позиции, которые не занимают более 30 процентов. Значит, оговоримся, что эти 30 процентов имеются в виду только для категорий, с лидирующих по данным Нильсон в промо, в промо по сетям. Ну, например, там, скажем, алкогольная продукция, там, определенного типа, да, либо там определенный тип, там, шоколадный кофе, растворимый кофе и так дальше. По промо они, по данным Нильсон, могут занимать в районе 60 и больше процентов при продажах в сетях. То есть, поэтому для них выставлен такой огромный показатель, 30 процентов. То есть, например, на других товарных категориях, ну, не знаю, там, с продуктами питания, если иметь в виду, там, например, это, не знаю, там, например, мясопереработка, колбасные изделия, это однозначно не должно быть, не знаю, там, больше 10-15 процентов, да, то есть, в противном случае это точно не группа, это просто продажа по промо, вообще говоря, да. Вот, поэтому, как бы, вот такой первый анализ, его, как бы, необходимо выполнить. Сейчас пример я вам приведу, посмотрим, там, матрицу, посмотрим. Вторым этапом мы как раз предлагаем вам внимательно проанализировать, что происходит на полках. И, опять же, в связи с достаточной прозрачностью сейчас у нас розничной торговли, да, и подробной информации, там, о продажах в сетях, доступности, как бы, этой информации немало маркетинговых агентств предлагают информацию и по объемам продаж, и по количеству позиций, которые выставлены, помимо вас, там, на полках тех или иных сетей, и, в общем-то, как бы, эта информация относительно недорого. Почему, как бы, мы про это говорим? Потому что у поставщиков, как правило, не бывает вот этого целостного представления, тем более оцифрованного, да, с точки зрения объемов продаж, уходимости с полок, вот, о продажах их конкурентов. Поэтому, как бы, вот эта информация, она расставляет очень четко все на свои места, и в нашей практике было несколько раз, когда, как вот здесь указано, были обнаружены таким образом реально голубые океаны, которые, вроде бы, по мнению, там, многих производителей, поставщиков, особенно, которые, там, жалуются на снижение объемов продаж, они, вроде бы, уже не фиксируются, но, тем не менее, как бы, в нашей практике они все-таки были обнаружены благодаря как раз вот этой внешней информации о рынке. То есть, либо слабо занятые ниши с какой-то минимальной конкуренцией, либо, соответственно, те, которые, ну, как бы, менее конкурентны по количеству, как бы, как СКЮ, так, собственно, поставщиков, которые присутствуют в ваших категориях. Очень важный момент. Вот, ну, и после того, как вот эти два подготовительных этапа у вас сделаны, да, мы можем, собственно, переходить разработки, как раз, отбору, выбору ассортиментных матриц. Важно, конечно, здесь понимать вашу целевую долю полки по той или иной, там, например, крупной федеральной сети, либо, там, по сегменту, там, например, сегменту каких-либо региональных сетей, вот, с тем, чтобы конкретно составить матрицу по, да, по либо конкретному клиенту, либо по сегменту сетей. Вот, ну, подробнее, то, о чем сейчас я буду говорить, представлено у нас в индивидуальной экспертной сессии. Вы тоже, можно, как бы, с этим познакомиться у нас на сайте. Ну, и, собственно, пример. Вот пример, как может проводиться анализ, как мы говорили, первый этап, когда мы анализируем с точки зрения объемов и прибыльности продаж. Вот здесь я поставила, как бы, разные позиции. У нас получилось, что по выручке, например, некоторые, некоторые ассортименты у нас попадают в группу А, а вот по рентабельности он у нас однозначно в двоечниках, в троечниках, в двоечниках, то есть очень-очень невысокая либо рентабельность, либо, как вот здесь вы видите, даже может быть отрицательная рентабельность, там, по некоторым сетям, да, либо, там, в целом по сегменту. Вот, с ними всегда вопрос. Причем, видите, вот здесь две позиции, одна позиция у нас, как бы, одна и вторая имеет А по выручке и С по прибыльности, но, тем не менее, итоговое решение рассмотрения, дальнейшего рассмотрения и его включения, как бы, в первом приближении в матрицу в первом случае нет, а в втором случае да. То есть варианты могут быть разные. Нужно очень внимательно как бы это посмотреть. В первом случае отрицательная рентабельность во всех сетях. То есть посмотрели, оценили, мы, собственно, решили, что да, это совершенно, как бы, есть такая позиция, она очень ходовая, мы на ней не зарабатываем. Вот, поэтому для нас сейчас, с учетом, например, там, кризисных ситуаций, в первую очередь важна рентабельность, поэтому эту позицию мы не рассматриваем. Другая позиция, она тоже попала в группу С по рентабельности, то есть у нее есть отрицательная рентабельность, но только в одной сети. В этой сети действительно достаточно большая выручка. Вот, а в других сетях, собственно, как бы, с рентабельностью, ну, более или менее, все, как бы, даже не более или менее, а вообще, как бы, хорошо, плюс 20% дополнительной рентабельности есть. Поэтому первый вопрос, который возникает, это вообще, насколько правомерно присутствие ее в сети Z, за счет чего это произошло. Ну, там, по всей видимости, как бы, если внимательно посмотреть это, много было продано по промо, в первую очередь, да, пункт, смотри, пункт один, что называется. Вот, поэтому мы вообще смотрим соответствие ее матрице Z, как бы, здесь ее быть не должно, а в целом, как бы, по другим сетям, да, нормально, как бы, работаем. Вот, есть другие позиции, на которых, например, мы планируем делать ставку. Ну, недавно, например, у нас появилось несколько, там, может быть, новинок, да, либо для нас это какое-то, там, с точки зрения, там, брендов, развития, там, нашей стратегии, какой-то важный ассортимент, да, по объемам у нас он еще небольшой, там, группа C, либо группа B, по прибыльности, например, позиция третья у нас попадает в группу A, то есть, там, руководство активно настаивает на том, чтобы развивалась именно эта позиция. Вот, ну, собственно, как бы, да, мы включаем, продумываем отдельно план мероприятия по промо-поддержке, как бы, ключевым фактором успеха в этом случае будет являться промо-поддержка. Вот, и, соответственно, позиция четыре, группа B у нас по объемам продаж, и группа C по прибыли. Тоже, например, неоднократно мы приходили и, например, нам говорили о том, что там есть продукция, на которую мы делаем ставку, там, например, она, мы ее с точки зрения бренда, как бы, стараемся развивать, либо еще как-то. Вот, ну, вот, в данный момент, например, эта позиция была заведена, ну, в большинстве сетей. Вот, но она, по сути, без промо не продавалась. Вот эта позиция. Вот, собственно, вопрос вообще в целом о том, не ошиблись ли в целом с ценовым позиционированием, что там, может быть, нужно сделать, как бы, продукцию, предложить рынку какой-то близкий, но более, там, с другой рентабельностью для нас ассортимент, да, с тем, чтобы мы имели возможность по этой цене продавать, но чтобы рентабельность для нас была, ну, хотя бы, там, на уровне B, не на уровне C, хотя бы на уровне B. Поэтому здесь, как бы, ну, большая программа по пересмотру. Именно эту позицию мы не включаем, но, там, думаем о том, что делать дальше. Вот это, как бы, примеры того, как может проводиться такой количественно-качественный анализ. То есть вам каждого из Каю нужно будет внимательно, как бы, смотреть, рассматривать с этой точки зрения. Следующий этап у нас – это анализ внешней информации о рынке. То есть то, как раз, что мы можем получить от внешних маркетинговых агентств, я не имею в виду Нильсона. Да, безусловно, как бы, Нильсон – это максимально подробная, качественная информация, с которой вы не будете знать горя при разработке матриц, что называется, да, но это очень дорогая информация. Я имею в виду, как бы, более простые варианты, которые тоже дают, ну, неплохое приближение к вам. Многие из этих маркетинговых агентств сейчас дают, как бы, и аналитику. Там мы встречали тех, кто дает, как бы, ну, достаточно сырой вариант, материал такой, требующий большого, ну, дальнейшему большой аналитической обработки. А есть, как бы, достаточно качественная работа. Вот, то есть, когда вы будете рассматривать то, что вам предлагают внешние вот эти провайдеры, конечно, нужно понимать, смогут ли они вам дать, ну, аналитику сегментировать по типу, сегменту сети, как бы, с учетом, там, ваших, например, ожиданий. Количество СКЮ в категории – очень такая тема, да, интересная, потому что, например, когда мы смотрим федералов наших крупнейших, да, с федеральной представленностью, не знаю, там, пятерочку берем, либо еще кого-либо, они у нас представлены по территории Российской Федерации. Очень широко. И когда, например, вы будете выгружать без дифференциации по территории, будете иметь данные по количеству СКЮ в своей категории, то вы увидите количество СКЮ, которое превышает, ну, примерно, ну, примерно, как бы, вы увидите 100 или больше, увеличение на 100 или больше процентов количество СКЮ в 2, там, иногда, может быть, в 3 раза больше, чем есть реально в конкретном формате. Даже у пятерочки, там, например, несколько касс, может быть, и разное количество СКЮ, может быть, в категории у вас. Вот, но это будет, как бы, избыточная информация, и если у вас там нет информации по отнесенности к территориям, потому что там есть местные поставщики, в категории, кроме федеральных, небольшого количества позиций, там, могут быть представлены массово представлены местные поставщики, которые вам дают неверное представление, если нет сегментации по территории, да, обращаю на это ваше внимание. Соответственно, доля полки, ну, имеется в виду, как бы, необходимо проанализировать, там, по вашим конкурентам, по вам, да, то есть, какой расклад, сейчас на примерах посмотрим, по количеству, цене и, там, другим характеристикам, возможно, качественным характеристикам конкурирующих с вами СКЮ. Вот пример, да, того, что может быть, там, упрощенный я его сделала, с тем, чтобы у вас, ну, общее просто представление появилось. Вот, предположим, у нас в категории всего 4 поставщика. Вот то количество СКЮ, вот, как бы, это наше количество СКЮ, наши позиции, да, вот, собственно, у нас конкурент 1, конкурент 2 и конкурент 3. Видно, что именно в этой категории, в первой категории у нас доминирует конкурент 1. И, собственно, когда мы будем думать о расширении наших трех СКЮ, ну, не знаю, там, целевое наше, в данный момент у нас, скажем, 18%, да, доля полки, а мы, например, хотим не менее, там, 40%, да, либо, ну, какого-то увеличения значительного, то, там, в первую очередь, объемы будут этого поставщика, он, как бы, основной и принятый, так скажем, да, наиболее востребованный, укоренившийся, как часто говорят, как бы, в этой категории. Вот, нам очень важно понимать, из каких, собственно, СКЮ состоит, во-первых, по цене. Вот, и здесь мы видим, что цены у нас, у этого поставщика немного выше, чем наши. Это для нас, как бы, реальный способ, реальная возможность, там, захода и немного возможность потеснить непосредственно, да, именно этого поставщика. Мы можем посмотреть еще качественно, каждый вот эти 8 СКЮ, посмотреть, собственно, как они там были созданы, там, сколько из них новинок, какие у них там объемы, с тем, чтобы подготовить детальный уже план борьбы непосредственно с этим поставщиком. Вот, также можно посмотреть, например, вот этого поставщика, то есть, на самом деле, это, в первую очередь, на замещение с точки зрения сети и, ну, как бы, с точки зрения здравого смысла в том числе. Вот, поэтому можно посмотреть еще детально вот эту позицию, немного, но за счет нее, например, тоже вытеснение, например, этого конкурента, тоже возможность есть у вас однозначно. Вот, во второй категории у нас, получается, что мы, в общем-то, лидируем, да, у нас максимальное количество СКЮ, вот второй конкурент у нас близко, он, как бы, идет нам по пятам, дышит спину, что называется, да, и нам важно тоже, как бы, детально понимать, ну, например, с точки зрения маржинальности для сети, что интереснее, там, наша продукция, продукция этого конкурента, да, и детально посмотреть по содержанию вот этих позиций, потому что бороться мы будем, опять же, как бы, в первую очередь, вот с этим поставщиком, ну, и, соответственно, там, второй конкурент наш, да, тоже, как бы, возможно, так как у него общее количество СКЮ относительно небольшое, возможно, нам его тоже можно будет легче даже вытеснить, начинать, возможно, будет с него, вот, здесь особенность в этой категории в том, что очень большая разница в цене у различных позиций, и она связана, например, там, не только с объемными характеристиками, там, той или иной позиции, но и, собственно, ценовым позиционированным, и там, дальнейшая, например, наша работа может, например, ну, если это продукция пищевой группы, то, соответственно, мы можем, например, там, думать про изменения объемных характеристик нашей, нашего ассортимента, да, с тем, чтобы выравнивать вот эти ценовые отклонения и быть, там, повышать, там, свою конкурентноспособность. Вот, ну, это вот примеры того, как можно, как бы, анализировать эту внешнюю информацию. И еще один слайд по анализу внешней информации, это количество СКЮ и наше целевое, расчетное, расчетное целевое количество в категории. Предположим, здесь компания решила, что целевое у них 8% в полке, да, это у них было, вот, соответственно, представлено там по разным сетям, региональным сетям СКЮ, которые у них есть. Вот итогово по всем СКЮ, в которых мы присутствуем, да, собственно, и в которых присутствуют наши конкуренты, у некоторых у нас получалось, что при нашей целевой доле полки у нас пока мы начинаем буквально с одной позиции, да, одна-две позиции, вот это, например, там на старте, может быть, у вас, ну, такие цели, вот, но, тем не менее, здесь, как бы, очень четко все обосновано, видим и общее количество позиций в категории, там, и на полке у сети, и, соответственно, как бы, планируем наши, ну, дальнейшие, там, скажем, например, промо-мероприятия по заходу. Вот, это вот, ну, кратко по второму этапу. Ну, и, собственно, о третьем этапе сводим воедино данные первого и второго этапа, да, внимательно смотрим. На, например, там, на основании данных второго этапа у нас может оказаться, что в первом нам, в первом нам понадобятся некоторые дополнительные резервные СКЮ, у которых, там, например, из группы Б, там, из группы А, там, из группы Б, например, или, там, даже, может быть, из группы С понадобится для работы, в том случае, если есть, например, опять же, там, голубые океаны какие-то, менее занятые ниши, менее проработанные, где, ну, победа, так скажем, относительно легко может вам достаться, да, вы ее можете завивать и с меньшими потерями, так скажем. Вот, и итоговые объемы, которые вы могли бы иметь, вот здесь таблица одного из наших проектов, ну, как обычно, когда я представляю данные, я меняю абсолютные цифры, но никогда не меняю относительные. Вот относительные цифры по потенциалу продаж матрицы, они здесь представлены. Коллеги, причем это потенциал продаж, это не план продаж, обращаю ваше внимание, потому что, еще раз, у нас есть пункт 2 с внешней информацией о рынке, да, и он может вносить, там, серьезные коррективы, потом, там, есть временной фактор плана, например, там, квартал, год и так дальше, да, и потенциал это, как бы, ну, общие объемы, которые в целом потенциально нам доступны. Вот, причем здесь этот потенциал рассчитан, у нас есть специальная, как бы, так, методика расчета, мы ее делаем, этого потенциала продаж, она выполняется уже с учетом объема продаж сети, да, то есть мы смотрим, во-первых, ну, вот, например, у нас есть ассортиментная матрица сети, мы знаем, там, нашу долю, да, мы, соответственно, понимаем долю наших конкурентов, и имея, например, лучшие, либо худшие показатели в этом сегменте в той или иной сети, мы можем сказать о том, что даже, например, средние наши показатели могут быть улучшены, потому что есть отличные показатели, великолепные показатели в этом сегменте, и вот максимум, который здесь как прогноз, он как раз и построен на основании вот этих сетей с максимальным объемом продаж, с максимумом по всем из каюток, скажем, наших. Но еще раз напоминаю, максимум он, как бы, не всегда там бывает сразу же достижим, это скорее потенциал, вот, и, но если говорить про планы, там, из нашей практики, это потенциал, который вы видите, но, скажем, половина из него, скорее всего, будет вам доступна без, там, существенных, значительных вложений в промо. Вот. Эти цифры положены, получены уже с учетом корректировки, то есть уменьшения на выручку сети, потому что сети все разные, да, и чтобы понять потенциал, все равно мы должны отнормировать, там, у одной сетки, например, не знаю, там, 75 магазинов, а у второй только 25 в региональной сети, да, и понятно, что мы не можем выставлять объемы одинаковые в этом случае. Объем подаж, безусловно, будет разный. Вот эти вот цифры, они уже скорректированы, исходя из объемных показателей сети, и они остаются достаточно большими, поэтому потенциал матрицы очень большой, если это делать все, как бы, качественно, грамотно. Вот. На этом, на самом деле, первая часть, которая у нас отмечена как перезагрузка формата, это более качественная проработка матриц, мы ее завершаем. Поэтому, коллеги, если у вас есть вопросы, я предлагаю, на самом деле, задать их сейчас, потому что дальше мы переходим к цифровым каналам, вот, и дальше, ну, как бы, возможно, у вас просто эти вопросы уже забудутся, поэтому, если у кого-то есть вопросы, я прошу их обозначить, написав в чат, он у меня сейчас открыт, и, собственно, как бы, можно будет сразу же, ну, не отвлекаясь потом, в дальнейшем, не перелистывая слайд, и, так скажем, вернуться и посмотреть, ну, как бы, прямо сейчас можно будет посмотреть, как бы, ответить на ваши вопросы. Ну, смотрю, вроде бы никто не пишет. Значит, у нас есть один вопрос, список компаний, которые представляют данные с полок. Татьяна пишет. Татьяна, ну, смотрите, я думаю, что вы можете сделать этот персональный запрос на наш сайт, юнит-консалтинг, юнит-кон, да, ну, везде, на каждом сайте у нас практически здесь есть наш логотип, вот, у нас там общая почта, офис, собачка, юнит-кон, и, собственно, как бы, мы с вами там дальше просто пообщаемся, что вам надо, там, они самые разные компании. В нашем банке данных их там больше пяти, я уж не помню, сколько их там, но меньше десяти, так скажем, вот, там, возможно, подберем тоже для вас. Хорошо, как бы, вопросов, вроде бы, больше нет. Вы предоставляете данным по сетям Кыргызстана? Ну, на самом деле, мы вообще не представляем данные, это внешние провайдеры представляют, просто мы, как бы, через разные проекты с разными провайдерами работали, и немного понимаем, как бы, как есть, какая есть у них информация, ни у одного из них не встречала информацию о Кыргызстане, к сожалению. Хотя, можно, как бы, посмотреть, возможно, у кого-то и есть, но, вот, как бы, без дополнительного опроса ответ пока, как бы, отрицательный, вроде бы, ни разу нам эта информация не встречалась. Так, ну, по-моему, как бы, пока время у нас прошло, наверное, все, кто хотел задать вопрос, задали, поэтому идем дальше. У нас еще много информации, да, дальнейшее, значит, что у нас происходит с цифровыми каналами продаж. Значит, коллеги, еще раз, как бы, у нас, большинство наших проектов, мы работаем с поставщиками, либо с производителями, либо с торговыми компаниями, но тоже поставщиками, поэтому, как бы, именно под этим углом я, собственно, как бы, и представляю вам цифровые каналы продаж. Если бы, если вы работаете как сети, например, то, ну, здесь для вас важны, скажем, тенденции такие, да, здесь нужно, как бы, какие-то аспекты будет более глубоко просматривать, каких-то, возможно, вообще не касаться. Вот, в первую очередь, это, как бы, информация здесь для поставщиков. Значит, что у нас есть с точки зрения возможностей дополнительных объемов продаж по цифровым каналам. Ну, еще раз напоминаю, что у нас есть вот эти крупнейшие топ-10, 100, сейчас уже топ-1000, как делает инфолайн нам, да, обзор крупнейших ритейлеров. У них есть интернет-магазин, собственно. Поэтому, как бы, этот блок, он существует, он значительный по объему. К сожалению, далеко не всегда или почти никогда, да, так скажем, почти всегда мы не имеем возможности выделить, работая с той или иной сеткой, а что у нас проходит через интернет, магазин там этой сети, а что у нас идет через полку розничную такую оффлайновскую, да, магазинную обычно. Вот, но, тем не менее, как бы, здесь уже меняется, как бы, и сети, собственно, меняют там свои форматы, информацию, и многие уже, как бы, начали это представлять, эту информацию предоставлять. Конечно, нам максимально желательно полно понимать матрицы, опять же, интернет-магазины и матрицы такого оффлайнового магазина, они разные, они всегда разные. Поэтому для более точной работы, с точки зрения, например, даже объемов продав той же самой сети, для обоснования сети этой информации, вы можете, ну, на этом операции, собственно, как-то поговорить с ним о предоставлении вот этой статистики дополнительной. Вот, у нас есть региональные специализированные интернет-магазины, они могут быть, ну, специализированные по определенным категориям, либо, там, скажем, относительно небольшие, ну, работающие там в свой, прям в соседние, скажем, некоторое количество регионов, да. Вот, тоже стабильный канал, на самом деле. Ну, такой дополнительный анализ, который был проведен там нами, нашими партнерами, он скорее экспертный, чем статистический, так можно сказать. Но вот по данным такого экспертного анализа получается, что это очень стабильный канал. Он растет примерно 5-10% в год. Вот, это небольшие игроки, которые не всегда даже интересны, например, крупнейшим детейлером для поглощения. Вот, и тоже, как бы, ну, имеет место там дополнительные до 10% продаж, я думаю, они, собственно, никому не помешают, да. То есть, интересный его формат. И одна из самых таких, да, хитов, так скажем, хитов продаж последние 2 года, 2-3 года, наверное, да, вокруг чего крутится очень много там информации в последнее время, это маркетплейсы. Вот, это маркетплейсы как специализированные, так и гипермаркеты. В основном, как бы, два формата у маркетплейсов. О них мы очень подробно сейчас как раз и будем говорить. Буквально вот 2-3 слайда у нас на первые 2 группы вот этих цифровых каналов и маркетплейсы отдельно. Значит, их выделили мы как разные каналы, потому что для них разные коммерческие условия, вообще разные технологии работы, особенно, как бы, например, ну, вот, ну, у всех в трех, как бы, совершенно разные технологии работы с ними. Поэтому их обязательно нужно выделять как разные каналы, когда вы планируете продажи, как бы, продумываете эффективность своих каналов, да. Их разводить нужно обязательно. И очень часто даже нужно разводить их как через структуры. Потому что мы, например, часто приходим и встречаем, что, например, маркетплейсами и, вот, например, вот этими ключевыми игроками, даже, например, там, не интернет-магазины крупнейших ритейеров, здесь же у нас попадают оффлайновские, а у нас еще есть онлайновские крупнейшие ритейеров, Озон, да, как бы, интернет-магазин крупнейший. Вот, у него, в том числе, действует вот эта вот площадка, маркетплейс у него есть. Вот, очень часто мы встречаем, что одни и те же люди работают на, ну, совершенно разном, на совершенно разных технологиях. Это серьезно снижает качество продажи. Поэтому разделяйте, разделяйте, как бы, идея основная. Это нужно разделять не только в каналах, не только, как бы, при анализе, но и при разделении ресурсов ваших людей, которые работают с той или иной группой. Собирайте одновременно, например, там, аккаунтов. Пусть у вас аккаунты занимаются этой группой, а, соответственно, как бы, другая группа ваших, ну, менеджеров будет работать с маркетплейсом, например. Есть отдельная у нас экспертная сессия по маркетплейсам, тоже информация есть на сайте, можно внимательно посмотреть. Основные моменты я сегодня скажу. Значит, смотрите, что у нас получается по интернет-торговле. Вот эта ситуация с коронавирусом, она негативно сказалась, в том числе, на интернет-торговле. Есть очень уважаемое мной и, по-моему, как бы, практически всем рынком издание Data Insight, которое в последнее время, вот прямо буквально перед коронавирусом, перед всей этой ситуацией, они запустили ежедневное отслеживание объемов интернет-каналов, онлайн-продаж. Вот. И, как мы видим, вот эти как раз последние недели, вот, если здесь приблизить, посмотреть внимательно, как раз со старта, вот, с середины марта информации роста нет. Хотя, вроде бы, у нас информация о том, что падает сейчас оффлайн-розница, там даже сети, даже сетевые аптеки, которые вроде бы должны быть максимально задействованы, говорят о том, что у них выручка снижается в последние вот эти недели, там, на 20-30% разные цифры называются. Вот. Но, тем не менее, и в интернет-канале вот сейчас значительного роста его нет. Там есть, опять же, по отдельным категориям, например, резко запускают продукты питания, да, расширяют свои онлайн-продажи Азбука Вкуса, другие розничные оффлайн-операторы, но это в значительной степени как бы идет перетекание именно объемов из оффлайна в онлайн. То есть я вот просто обращаю ваше внимание, что сейчас тяжелая ситуация, она тяжелая на самом деле как бы везде, мы будем надеяться, что после снятия ограничений у нас много что наладится. Итак, значит, первый у нас был блок, это интернет-магазины крупнейших розничных сетей. Ну вот, например, смотрите, здесь как раз не продуктовая, не пищевка, не продукты питания, группа. Здесь видно, какую долю занимают выручки тех или иных ритейлеров в онлайн-продаже. Детский мир 7,9%. Дальше ХОФ, посмотрите здесь, если от 18 миллионов 3 миллиона, да, это у нас в районе 16%, это по увеличивающейся, по возрастающей. Дальше Петрович, он у нас составляет, значит, 10 миллиардов, это онлайн, всего 30, то есть, ну, 33% у них уже, это онлайн-продажа. Да, Эльдорадро и видео здесь тоже в районе 30%, да, от 105, вот эти 32 миллиарда рублей. То есть, ну, как бы они расширяют, с каждым годом идет увеличение объемов продаж, то, о чем мы говорили. Продуктовая группа эти проценты ниже. То есть, эта информация там есть. Специализированные, как я говорила, либо региональные интернет-магазины. Вот, ну, некоторые примеры я вам привела, таких, крепких, хороших. Вот они, кстати говоря, могут рассматриваться какими-то ритейлерами, онлайн, например, ритейлерами для поглощения, потому что выручка у них вот в районе двух миллиардов. У всех, у кого-то больше двух миллиардов, вот здесь около двух миллиардов, здесь там два миллиарда. Вот, рост продаж у них, вот, например, здесь прирост 6%, последний из доступных, как бы, да, здесь 77%, вот, здесь 120%. Вот, то есть, самые разные, как бы, показатели. Нужно это смотреть. Та же, да, та же Data Insight, они дают рейтинги по вот, ну, таким компаниям, их можно найти в открытом доступе у них, вот, зайдя на сайт, они там эту информацию предоставляют. Вот, но тем не менее, вот, напоминаю, что стабильный канал у нас, этот считается, 20-25% по мнению экспертов, он может расти. Вот, нужно смотреть, единственное, что либо это универсальный интернет-магазин, и там одна матрица, опять же, да, либо, соответственно, это какой-то специализированный интернет-магазин, в котором, ну, матрица, конечно, будет совершенно другая. Вот, и основа, как бы, на чем я хочу остановиться, это маркетплейсы. Работать с ними нужно было, как бы, ну, как я упоминаю, там, начинать, наверное, где-то 2-3 года назад, чтобы сейчас в ситуации вот такой кризисной иметь значительные объемы, вот, ну, никогда не поздно. На самом деле, поэтому здесь вот несколько слайдов как раз про маркетплейсы. Ну, самый такой ключевой передовик у нас, один из передовиков, вернее, да, это Алиэкспресс, маркетплейс, Алиэкспресс. Может быть, кто-то знает, какое количество SKU вот в оригинальном Алиэкспрессе, в китайском магазине, если кто-то знает, напишите в чат, сколько SKU в маркетплейсе Алиэкспресса. Ну, вот, как бы, вроде информация-то неизвестно, да. У них порядка 500 миллионов SKU, это не так много на самом деле, там есть у нас еще Озон, у которого основная стратегия, так скажем, работать со всеми товарами, которые есть на территории Соединенных Штатов Америки, например, да, то есть это максимальное количество SKU, которое можно представить себе, да. То есть маркетплейс – это площадка, это как, ну, прямой перевод, это рынок, да, то есть это рынок, на котором вам дали, любому поставщику дают палаточку определенную, это как бы ваша бренд-зона, это шоп-н-шоп магазин, и вы можете торговать, да, то есть работать через площадку непосредственно маркетплейса, не открывая свой интернет-магазин. У вас будет этот шоп-н-шоп магазин в магазине на этом маркетплейсе. Вот, и эта экономическая модель, она оказалась более перспективной, выгодной, ну, что показывает нам Амазон, Алиэкспресс, другие крупнейшие поставщики, и, собственно, видите, как бы сейчас по миру она занимает 50% всего интернет-канала, и, соответственно, в ближайшие 5 лет прогнозируется, что она как бы будет доминирующим, однозначно доминирующим каналом в интернет-торговле. Вот, ну вот примеры того, что происходило в Алиэкспресс, это один из последних, там, ну, те данные, которые у меня были, день холостяка, у них там три раза в год происходят такие вот дни, когда идут распродажи, они имеют синтематические названия, один из них тут 11.11, день холостяка, и вот совершенно, как бы, пока я говорила, уже, наверное, видели, смогли посмотреть, и бешеные, и количество заказов в секунду, там, транзакций, отправлений этих посылок. Вот, развивается, конечно, Алиэкспресс нереальными темпами, видите, считается, что уже он станет скоро у нас, как бы, пятой экономикой, там, после Германии, по-моему, в мире, то есть, по объему, это будет просто, ну, гигантская совершенно компания, ну, если ничего не изменится, посмотрим. Что такое маркетплейс? Вот это следующий слайд, это основные, там, несколько, там, восемь, например, каких-то ключевых характеристик этого маркетплейса. В площадке нет своих товаров в собственности, то есть, интернет-магазин у вас перекупает и перепродает, да, то есть, классика, классика маркетплейса, это не брать товар в собственность. У нас тут еще, как бы, немножко по-другому в России, потому что наши крупнейшие онлайн-ритейлеры, например, такие, как Азон, да, там, другие, они развивают, сейчас активно развивают на своих, на своих мощностях маркетплейс, потому что это более экономически выгодная модель, и поэтому у них получается смешанная такая модель, немножко там еще что-то осталось от интернет-магазина, в том числе, например, по второму пункту в классическом маркетплейсе товары хранятся на складе мерчанта, то есть, поставщика, ну, как бы, вот, ну, у вас, например, да, вот, а сейчас у нас очень много схем, когда товары хранятся на складах маркетплейса, то есть, они еще остались, как бы, если смотреть в Европу, смотреть, там, в Америку, там, где эти активно развиваются маркетплейсы, то там, как бы, вот, ну, осталась только вот эта форма пункта 2, все-таки мы считаем, что классический вариант, это когда идет комплектация именно у вас, вашего заказа на вашем складе, на складе мерчанта. Вот, маркетплейс не управляет ценой, он может только рекомендовать, то есть, когда вы в своем шопеншопе начинаете торговать, то, собственно, как бы, вы управляете ценой, но там есть еще определенные ограничения, мы посмотрим, как бы, все это хорошо, да, но есть ограничения, поэтому рекомендации, наверное, будут очень жесткие, так скажем. Маркетплейс обслуживает мерчанта за комиссию и принимает оплату от покупателя, то есть, оплата происходит на, именно, маркетплейс. Вот, дальше, прямая интеграция остатков в склад мерчанта маркетплейса, это крайне важно, он, ну, это базовые условия, так скажем, чуть ли не самое, одно из самых первых условий работы вашей на маркетплейсе, то есть, ваш товар должен быть в доступе, и, как бы, маркетплейс всегда должен быть уверен, что товар действительно есть, то, что оформляется через витрину, что это реально, как бы, присутствует, и вы это отгрузите. Дальше, мерчант получает заказ через личный кабинет, ну, то есть, у вас есть, еще раз напоминаю, там, собственная зона, торговая зона, в которой вы работаете, личный кабинет, вы имеете возможность ее брендовать, да, там, стандартные решения обычно предлагаются, там, можете, там, что-то еще изменить. Дальше, мерчант получает упаковочный материал от маркетплейса и самостоятельно упаковывает заказ, то есть, тоже классический вариант, они брендованы под маркетплейс обязательно, да, поэтому вот эта упаковка, она, ну, и, соответственно, ваши затраты, кстати говоря, в ходе упаковочного стола, и так дальше, которые тоже необходимы в этом случае. Дальше, служба доставки маркетплейса забирает товар и доставляет клиент, это тоже классический вариант, но тоже, еще раз напоминаю, что, так как, ну, иногда это формируется заказ на складе у маркетплейса, тут могут быть варианты. Ну, и, собственно, видите, личный кабинет, это полностью автоматизированные ваши витрины, вот, вы получаете заказы через эту витрину, ну, и, собственно, дальше переходите к комплектации на заказы. В чем эффект, вот, экономический эффект маркетплейса? Почему, да, считается, что это экономически более выгодная модель? Ну, вот, в центре. Значит, у нас, как правило, на маркетплейсах многомиллионный трафик. Этот многомиллионный трафик, он формируется безусловно, как бы, за счет продвижения, за счет того, что, ну, вот, еще раз напоминаю, как бы, вам цены вроде бы не навязывают, но рекомендуют. Но при отклонении, там, каком-то критическом отклонении от минимальной цены, доступной по мониторингу маркетплейса, вы, там, можете быть отключены, для вас перестанут показывать, да, поэтому лучшая цена для покупателя, для конечника, бесконечная полка для маркетплейса, то есть, ну, огромное количество поставщиков, которое тоже само по себе, вот эти два фактора, они помимо программ продвижения, также органическим способом, также генерят еще дополнительный трафик, на самом деле. Вот, ну, для вас это, собственно, как бы, для мерчанта, это определенное количество СКЮ, ну, какой-то из них, например, в корзине при покупке будет ваша, какой-то там будет не ваша, вот, определенная частота покупок, то есть, сейчас, когда, например, оффлайн у нас закрыты, вот все, кого мы там перечислили в видео, там, хов, да, у нас там были эти ритейлеры, большинство делают, например, сейчас заказы через интернет, вот, то есть, ну, и, конечно, на маркетплейсе получается это делать удобнее, потому что ты можешь одновременно там себе продукт питания заказать, и там все, что тебе нужно по дому, и так дальше, даже книги, например, ну, то есть, что-то, что нужно в период самоизоляции для полноты или там минимальных снижений ограничений. Вот пример эффективности вот этих моделей, например, они могут быть специализированные, там, гипермаркеты, светотехники, да, вот там, после того, как они начинают тоже, как обычный интернет-магазин, вот, потом они расширились, количество поставщиков сейчас там еще больше, 52 мерчанта, здесь последние, там, на самом деле, еще сейчас больше, вот, вот, и идет объем продаж, рост продаж у них значительный вот за счет того, что они перешли, как бы, на эту модель. Right Step – это товары для спорт, тоже специализированный магазин, тоже, как бы, у них там значительный рост продаж, рост трафика, вот, вот, специализированный интернет-маркетплейс по одежде, вот, значительный, видите, здесь рост продаж, как, ну, как бы, как целевого трафика, да, за счет чего у нас идут объемы продаж, за счет расширения определенного количества СКЮ, вот, вот, то, что я вам говорила, количество СКЮ было порядка 500 миллионов, ну, 458, сейчас там даже больше уже, больше 500 миллионов на СКЮ, вот, то есть, экономически, как бы, это выгодная, эффективная модель. При работе для вас, как и для поставщика, какие, ну, две основные формы, так скажем, формами обслуживания вы можете столкнуться. Когда вы заходите на маркетплейс, вам могут предложить либо все, что вам понадобится, все включено за определенную вкладу ежемесячную, да, либо могут предложить базовую ставку, связанную с подключением, вот, базовым обучением, да, набор Мерчанка, про что я говорила, там, упаковочный стол, там, камера для цифровизации контента, да, вашего, планшет и так дальше, и, соответственно, бонусная программа. Это вот, как бы, тот минимум, который, ну, всегда присутствует. А за все остальное, например, вы, если пока, например, не уверены в своих объемах, не понимаете их, вы можете, как бы, первоначально, ну, оплачивать, там, индивидуально. Цифры, которые здесь я привела, они очень условные. Они, ну, очень-очень условные. Они от маркетплейса к маркетплейсу меняются, вот, и совершенно могут быть разные. Поэтому просто, чтобы, как бы, у вас было просто общее представление, как это может быть. Может отдельно выделяться производство размещения этого цифрового контента, чтобы вам были сделаны качественные фотографии в соответствии, там, с принципами мерчендайзинга и так дальше. Веб-мерчендайзинг с собой метрины, с настройками, вот, это тоже отдельная тема. И особенно, если у вас нет, там, собственного интернет-магазина, для вас это тоже может быть, ну, как бы, проблемной зоной, так скажем, да. Дальше продвижение, в том числе SEO-продвижение, там, контекстная реклама, другие, то есть генерация трафика на конкретно вашу площадку, на вашу OpenShop, на вашу витрину. Вот, логистика. Также, ну, тоже, так сказать, дополнительно, как бы, это можно договориться с маркетплейсом по работе. Вот, ну, и, собственно, обслуживание клиентов, там, сопровождение, заказ, ну, это, как правило, у нас входит в базовые ставки. То есть, как чаще всего, я здесь плюс поставила, потому что вас все равно не бросят, как бы, консультацию все равно проведут с вами. Вот, ну, и, собственно, абонентская плата, это менеджер, там, техническая поддержка, это администрирование заказов, возможно, тоже, как бы, может брать в маркетплейс с вас определенную цену. Вот, цена. Про цену мы уже много говорили, как бы, что с точки зрения цены. Значит, последние, там, сколько-то неделя, по-моему, весь интернет у нас гудит, в связи с тем, что Озон изменил ценовую политику, он поменял сначала с 1 апреля, сейчас он меняет с 1 мая, и последние изменения ценовой политики с 1 мая делает невыгодным присутствие дешевой продукции, недорогой продукции на маркетплейсе Озон. То есть, это, ну, практически, как бы, означает прекращение, либо значительное сокращение продаж, там, ну, какой-то части их поставщиков. Хотелось бы напоминать, что Озон, как бы, тоже развивает, развивает активно свои программы маркетплейса. Хотя, конечно, в этом смысле Алиэкспресс, он значительно активнее действует. Они сейчас полностью сняли на ближайшие полгода какие-либо комиссии для новых поставщиков. То есть, в тот момент, когда Озон ужесточил, так скажем, да, получается, свою ценовую политику и сделал невыгодным, либо минимально выгодным пребывание какой-то части поставщиков у себя в маркетплейсе, в тот момент как раз Алиэкспресс активно подбирает всех поставщиков, да, гарантируя им, там, и бесплатное размещение на складе, и, собственно, отсутствие комиссии на ближайшие полгода. То есть, это часть его программы, конечно, захвата рынка, маркетплейсов, борьба здесь идет очень активно. И, кстати говоря, вот на этой борьбе получается, что, ну, поставщику это очень выгодно, да, то есть, в ближайший, там, год будет идти активная борьба, и они будут бросать, эти площадки будут бросать бешеные ресурсы, ресурсы в том числе на промежение вашей продукции. Вот, если вы там уже есть, то, соответственно, как бы, ну, что называется, вам попутный ветер просто, да, попутный ветер и, там, великолепное течение, которое вас будет выносить, возможно, там, на большие объемы продаж. Вот, вот, AliExpress, они в рейтинге DataSite, они с 40 какой-то позиции в последнем рейтинге за 2019 год вышли на седьмую позицию, то есть, перескочив, сразу же, там, энное количество позиций. То есть, они очень активно развиваются сейчас у нас. Ну, это мы отступили, да, значит, ценовые политики. Значит, комиссия варьируется в зависимости от категории, она действительно может быть разная, там, от 5 до 40%, в среднем, ну, не знаю, там, в среднем 5, 15-5, но в среднем, не знаю, можно, в среднем по маркетплейсам, наверное, можно говорить где-то в районе 18%, там, 15-20, но это очень, в среднем нужно смотреть каждую категорию отдельно. Вот, если товар значительно дороже, дороже конкурентов, он будет свет с витриней, это нужно понимать. Вам рекомендуют цены, но скрывать ее также могут. Ценовая политика Беру, ну, Беру у нас это Яндекс.Маркет, Яндекс.Маркет это не маркетплейс, это агрегатор, это прайс-площадка, то есть, они не принимают заказы у покупателя, они перенаправляют в интернет-магазины, да, но так как у них в группе компаний площадка маркетплейс Беру, то есть, они тут срощены, и вот функцию контрольную ценовую, она осуществляется Яндекс.Маркетом, так что ли, можно сказать. Вот, если на 30% или более идет отклонение от, там, какой-то оптимальной цены, которую заметил Яндекс.Маркет, то, соответственно, товар тоже будет скрын с витриной. Ну, исключения тут есть, как исключения, эти товары будут показываться, но в рейтинге они там будут значительно ниже в выдаче, так скажем, да, то есть, там определенная сложная система у них есть. Вот, у Вайтберис крупнейший тоже игрок у нас, крупнейший маркетплейс, значит, что у них тоже, бывают у них акции с достаточно крупными скидками, там, до 35%, поэтому при ценообразовании это обязательно нужно учитывать при формировании цены. Единственное, конечно, обращаю внимание, что вы имеете право корректировать цены, да, то есть, ну, не выходя, там, заработки дозволены, но, тем не менее, вы имеете право корректировать, например, повышать цены, поэтому, может быть, вот эти скидки 30%, 5%, они окажутся для вас не столь уж и критичными. То есть, это нужно просто, как бы, заранее все продумывать, так скажем. Часто у них бывают вот эти аскадные скидки первая неделя, там, например, там, первые 10 дней 12%, потом в следующей неделе 15%, потом 20%. Тоже нужно понимать, что, ну, как бы, если вы не будете участвовать, то вас просто уберут с витрины на этот период, а этот период, может быть, там, долгий, там, месяц или больше вас не будут продавать, если вы отказываетесь сейчас вот в этой скидке, в этой, ну, программе продвижения. Вот. Вот видите, у них дополнительно есть, там, возможность пожаловаться на цену, например, везде вас будут спрашивать, неужели нашли где-то более низкую цену, недовольной ценой, ну, как если вы заходите как потребитель, поэтому это нужно, как бы, учитывать. В целом же рейтинг, он, поставщика, вот, мерчанта, да, он складывается не только из рейтинга цен. Я уже говорила о том, что очень важен рейтинг доступности товара, то есть если, например, там, наберу или, я не знаю, там, на Озоне прилетел заказ, и там, из трех позиций, которые есть в этом заказе вашей продукции, вы не можете скомплектовать одну из них, то есть только две только можете скомплектовать, ну, то есть, соответственно, как бы, там, первый раз это может быть, там, предупреждение, потом дальше будут совершенно конкретные коммерческие меры, не последует, так скажем, сказаться. Вот, ну, и в целом качество работы вашей, да, то есть насколько вы, там, документы хорошо оформляете, вовремя, проколы, вот, все различного рода, то есть при работе и при выдаче вашей продукции в маркетплейсе, в топах, в середине, либо в хвосте, этот рейтинг будет иметь очень-очень большое значение. У нас рейтинг как мерчанта, это нужно понимать. Вот, ну, примеры того, например, как это может выглядеть, да. Значит, с точки зрения маркетплейса бесконечная полка, 3 миллиона СКЮ, это Амазон, там, в Соединенных Штатах Америка, как пример, для вас, что это означает для поставщика бесконечная полка? У вас, конечно, не бесконечная полка, более того, вам также крайне вредно вываливать все, что у вас есть в маркетплейсе. То есть здесь правило ассортиментных матриц, про которые мы говорили, оно также действует. Также есть компании, которые предоставляют вам аналитику. Она открыта, доступна, она недорогая. Вот, и нужно понимать, что вы туда заводите. Безусловно, когда маркетплейс с вами начинает работать, он уверен в том, что вы будете представлять там топовые позиции. Вот, поэтому это тоже нужно понимать. Вот топы наши по выручке, по оборачиваемости, в первую очередь, как бы там мы смотрели, когда анализ сделали еще и по прибыльности, по маржинальности, их, конечно, в большей степени, ваша внутренняя маржинальность не волнует совершенно. Вот, а топовые по оборачиваемости, по, как бы, объему продаж их будут интересовать. Поэтому это нужно учитывать. Лучшая цена. Вот, например, снижение баллов у вас как поставщика. Ну, как пример, да, например, если у вас 10% вы отклоняетесь от цены, от лучшей цены, вот уже от 10 баллов у вас осталось всего 5, половина. То есть ваш рейтинг уже существенно снизился по этому параметру. Доступность товара. То есть, ну, конечно, нужно быть готовым о том, что у вас время работы склада 24 на 7, если вы заходите на marketplace. Вот, соответственно, если вот это у вас есть 24 на 7, то, конечно, будет у вас максимальный балл. Если, соответственно, вот идет отклонение какое-либо по доступности ваших там позиций, вот, то, соответственно, идет снижение баллов. Отмены заказов. Это тоже качество вашей работы. Если, например, ну, например, ламода, да, там, если товар дошел и там по каким-либо причинам заказ был отменен, там, либо что-то некачественное, либо, да, там, ну, что-то, как бы, что можно обвинить, как несоответствие того, что выложено на витрине и того, что есть, с чем столкнулся в реальности ваш покупатель. Вот, то, соответственно, тоже отмена заказов тоже, как бы, будет уровень возвратов, связанный с качеством продукции, уровень рекламации. То есть это все будет, как бы, снижать вашу итоговую оценку как мерчанка и повлияет на выдачу вашей продукции. Также вы можете работать на площадке, имея там магазин свой собственный. Видите, то есть их предоставляют все разные, конечно, возможности, но более или менее, как бы, разные маркетплейсы, некоторый общий перечень того, что вы можете для увеличения продаж своей продукции в своем магазине использовать. Вот, соответственно, бренд-зона, важный момент, вот, существенно может разниться, как бы, общий вид вашей бренд-зоны, если у вас там есть, как бы, мерчендайзинг, либо нет мерчендайзинга, это нужно оформлять, желательно привлекать, как бы, специалистов, ну, либо, соответственно, пользоваться услугами маркетплейса. Мы видели, что они, там, очень многие предоставляют эту услугу. Баннеры, да, то есть в топ-меню, там, либо на главной странице, в рассылке и так дальше, e-mail рассылка. Также дополнительный платный трафик, вот, SEO-продвижение в товарную категорию, и, соответственно, как бы, даже на вашу товарную площадку. Тоже такая возможность, опция у многих есть. Вот, вы можете предусмотреть, там, договориться, помимо вот тех предусмотренных правилами площадки промо-акций, какие-то свои, индивидуальные, если вы считаете, что это важно, тоже, как бы, ну, найти понимание. Вот, и многие, там, делают, ну, некоторые, немногие, возможно, делают вложение в заказ в случае консолидации заказа на площадке, как бы, да, на складе маркетплейса тоже, как бы, есть возможность вложения в заказ вашей какой-либо рекламной продукции. Вот, ну, и буквально мы с вами заканчиваем уже, да, то есть если вы все-таки решили, как подключиться к маркетплейсу, ну, вот некоторые, видите, там, 8 этапов, которые вы пройдете, продолжительность 40 дней, хотя я пишу 24-40, но даже 40 – это очень хорошая, очень хороший срок, немаленький, в смысле, маленький, небольшой срок, вот, очень часто он бывает и больше, полтора-два месяца, может, у вас, как бы, достаточно легко получиться, поэтому, ну, вот, что-то можно начинать заранее. Например, формирование ассортимента, вот, тот или иной, вот, вполне уже можно сейчас заходить на те или иные маркетплейсы, смотреть, что выложено и, собственно, начинать формировать вашу ассортиментную матрицу. Дальше, подписание контракта у вас займет определенный период. Очень важная, вот, как бы, интеграция IT, интеграция модулей, она, видите, занимает, как бы, 12, 2 недели, 14 дней, вот, потому что у вас с обмен информацией, как бы, будет происходить, заказы к вам будут приходить, да, вы должны, как бы, отследить, посмотреть, связанные, это у вас должно быть с вашей складской площадкой. Дальше, загрузка ассортимента, систему администрирования маркетплейса, вот, дальше, после того, как вы определились, ну, загрузили, формально, как бы, представили, вам нужно оцифровать, сделать фото, видео, контент, там, дальше это все описать, сделать модерацию, выгрузить это, чтобы это все имело, как бы, качественный рекламный и вид, с точки зрения мерчендайвинга, качественный, да, и после этого уже, как бы, вы можете стартовать продажу на маркетплейсе. Вот, ну, собственно, как бы, практически мы с вами завершили вот эту содержательную часть, буквально несколько слайдов еще напоминаю, что в книге, которая упоминала в начале продажи в цифрах, планирование, мониторинг, контроль, вы сможете найти по теме показатели и KPI, все, что касается, там, ассортиментных матриц, там, на разных уровнях, на уровнях оперативного управления, на уровне управленческих KPI, формирование матриц, ассортимента, то есть, как это по всем, по всем уровням иерархии вашей коммерческой системы должны, должны вы проконтролировать вот эти самые ассортиментные матрицы, вообще управление ассортиментом, там, топовый ассортимент, ваш дополнительный, расширенный ассортимент и так дальше, вот это вот там все представлено, это можно, ну, детально посмотреть в книге, и, собственно, по KPI, по мониторингу, контролю интернет-каналов, тоже так же представлено быть в этой книге, тоже, как бы, вы это можете приобрести, вот ссылочку сейчас нам Елена только что прислала, как бы это можно приобрести, ну, и вот последний буквально слайд, прежде чем мы завершим, это несколько там слов про нас, когда мы работаем как консультанты, то мы, как правило, начинаем работать с диагностики, так скажем, да, с аудита, формируем план в развитии, конкретный количественный план с мероприятиями, там, в основным зонам, типа коммерческая политика, технология ваших продаж, каналы, с которыми вы работаете, там, структура, которая у вас для этого есть, и пишем, разрабатываем план работы. На втором этапе вы можете работать с этим планом самостоятельно, либо вы можете нас подключать к чему-либо, примеры того, что мы можем делать на втором этапе, здесь описана коммерческая политика и так дальше. Ну, и мы никогда не бросаем клиентов, нас еще можно приглашать на сопровождение, вот, потому что экспертный надзор, потому что даже, как бы, например, часто компании заказывают вот это, да, на плане они начинают дальше работать самостоятельно, когда мы приходим уже к ним через, например, полгода, оказывается, что из этого плана оптимизация, там, например, самое важное звено вывалилось, вот, потому что, ну, почему-то они вот решили, что занялись не другим, короче говоря, у них там что-то не идет, а самое главное, например, решили отложить на потом, и преобразование не имеет той эффективности, которая важна, поэтому срезы, контрольные срезы того, что в результате, как бы, сделано, по факту, и как это отличается от плана, это тоже очень важный момент, можно уйти совершенно, как бы, в другую сторону, вот, ну, вот, собственно, как бы, это все, что мне хотелось рассказать на сегодня, у нас осталось еще 10 минут, и я готова еще ответить на ваши вопросы по второй части, по, как раз, цифровым каналам, возможно, у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, их в чат, вот, какие инструменты есть у продавцов, чтобы противостоять маркетплейсам? Хороший вопрос, то есть сразу мы полагаем, что нужно противостоять маркетплейсам. Так, допустим, они поднимут, подамут под себя 70% онлайн-продаж в Тунете, став монополистами, кто им помешает поднять тарифы в два раза? О, коллеги, там минимальная цена, как бы, да, и связанные с этим, еще раз я напоминаю, поднять тарифы в два раза, я вам сейчас пример показала, Озона и Алиэкспресса, сейчас Алиэкспресс активно собирает всех, а кого только что, с чем только что расстался Озон, вот, то есть, так скажем, активная борьба между ними, она ведется и там полное, тотальное присутствие какого-либо одного игрока пока как бы в обозримом будущем, не знаю, там 5-10 лет представляется крайне маловероятно, я вас уверяю, на этот счет вы можете не беспокоиться. А первый ваш вопрос, противостоять маркетплейсам, ну, коллеги, я думаю, что им не нужно противостоять, вам нужно просто заходить на маркетплейс, если вы это еще не сделали, вот, нужно как бы срочно заходить на маркетплейсы и иметь дополнительные объемы продаж. Динамика маркетплейсов, экспертная оценка, ну, вот, экспертов там, ключевых экспертов рынка, это 80-100% в год. Никому не помешают дополнительные приросты в таких объемах, я думаю. Вот, и это с точки зрения затрат вас, ваших на технологический блок, там минимально, это не собственный интернет-магазин, не собственная там огромная головная боль с продвижением этого интернет-магазина, да, то есть там все значительно проще, и, ну, стартовать как бы там можно, как мы уже проговорили, буквально там полтора-два месяца при такой спокойной работе, без там большого напряжения, вы сможете стартовать работу на маркетплейсе. Так что, Алексей, предлагаю как бы все-таки повнимательнее рассмотреть эту возможность. Так, Юрий спрашивает, какие еще есть книги, сайты, еще порекомендуете по электронной коммерции. По электронной коммерции. Книги, сайты. Так, ну, по сайтам на самом деле есть, есть, Юрий, я думаю, знаете, что вы, наверное, мне просто пришлите этот вопрос в электронном виде, я вам пришлю ссылку на базу Рунета. Есть действительно как бы источник, который собирает максимально полную информацию по компаниям, которые занимаются диджитал, там, разработкой, продвижением, разработкой контента, разработкой там имиджа и так дальше. Разработкой интернет-магазинов, разработкой маркетплейсов. То есть есть такой источник, где вы сможете найти в каждом, они даже отрейтингованы. Ну, то есть, конечно, там в основном как бы крупные компании представлены, но все же, как бы, там, я думаю, что можно будет подобрать для вас партнеров, исходя как бы из этой информации. Так, Алексей. То, что касается книг, на самом деле, то, что касается книг, они как-то все очень быстро устаревают, вроде бы как бы книги выходят, но так быстро идет развитие, что я вот, конечно, я знаю источники, но я, пожалуй, как бы вам их сейчас бы уже не порекомендовала. То есть я бы больше рекомендовала все-таки смотреть, слушать вебинары, особенно сейчас в период самоизоляции, сейчас очень много, они бесплатные. Вот. Дальше. Дальше вопрос. На чем мы тут остановились? Да. Значит, следующий Алексей Кудрявцев спрашивает. Сайты отдельных интернет-магазинов интенсивно теряют трафик. Таким образом, бренд продавца теряет силу. Ну вот, ну мы про это и говорили, что да, что маркетплейсы будут занимать долю этого в целом онлайн-продаж. Про это я тоже очень много говорила. И это еще раз как бы ваш стратегический выбор. Вы можете оставлять свой интернет-магазин и понимать, на чем вы конкурируете. То есть вы можете оставлять нишевой, отраслевой, так скажем, да, интернет-магазин, и они остаются, они существуют, они работают даже на зарубежных рынках, видимо. Но еще раз, значительное время вы сможете жить достаточно как бы так, неплохо, так скажем, да. Но это нужно очень как бы понимать, в какой нише вы остаетесь, потому что в широкой нише маркетплейсы будут иметь преимущества, в широкой ассортиментной нише. Вот, Ольга спрашивает, есть ли смысл заходить на маркетплейсы небольшим розничным магазином, тем более есть категория товара, не очень продающегося в интернете, автозапчасти, например. Ну, вы знаете, на самом деле, насколько я в курсе, среди мерчантов очень большое количество розничных магазинов. То есть они также генерят, маркетплейсы для них генерят также клиентов дополнительно, и многие этим пользуются. То есть посмотрите внимательно, прикиньте, как бы по экономике. Вот, у кого-то она более открыта, у кого-то она менее открыта. Действительно, вам нужно будет продумать там, с чего мы начинали ассортиментную матрицу, вот этот самый маркетплейс, на который вы планируете заходить. Но, тем не менее, вот запчасти это тоже, ну, тема, которая как бы сейчас начата к разработке, вот, и я думаю, что, ну, через год на маркетплейсах она будет уже очень тоже серьезно представлена. Так, Ольга спрашивает, есть ли смысл продавать в интернете услуги? Какие есть выдачные примеры услуги? Ну, коллеги, значит, смотрите, по услугам у нас есть две возможности по услугам работать в Рунете. У нас есть сайты-агрегаторы, которые перенаправляют потенциальных клиентов на сайты поставщиков услуг. Они очень часто бывают специализированы, например, образование, отдых, да, либо они могут быть общего плана, вот такие агрегаторы крупнейшие всего подряд, так скажем, вот, не дифференцированно, в которых в том числе могут быть, например, там, услуги. Вот, то, что касается маркетплейсов, то есть мы можем пользоваться агрегаторами, короче говоря, это первое, это могут пользоваться все, это хорошо. Они делают за определенную плату, комиссия за переход обычно берется, плата за клик, как бы, да, принятая, понятная нам всем, агрегаторы, прайс-площадки так называемые. Вот, и есть еще маркетплейс. И вот с маркетплейсами в услугах там ситуация хуже. То есть в Российской Федерации я знаю, ну, не меньше десяти, очень крупных, с поддержкой крупнейших наших инвесторов, крупнейших наших бизнесменов из Форбса, из Форбса, да, там, богатейших людей, которые развивали интернет-площадки, маркетплейсы, услуги, и они не пошли. Вот, просто там технологически сложнее это сделать, но, тем не менее, есть успешные примеры, как, например, Uber, всем известный, да, вот, то есть это тот же самый маркетплейс, который успешен, вот, то есть есть успешные примеры, короче говоря. Но это все активно развивается, пока, как бы, получается, что маркетплейсов, скорее, больше с отрицательной историей и немного с положительной, а прайс-площадки, пожалуйста, пользуйтесь обязательно. Дальше, относительно экономики, относительно эко-маркетов, что можете сказать, эко-маркеты, я так думаю, что, скорее всего, у меня есть такая догадка, Елена, вы имеете в виду экологические товары, это нишевая, это нишевая сфера, вот, и эта сфера, конечно, как бы, она в последнее время, ну, набирает темп, не могу сказать, что она является, ну, в группе А, с точки зрения востребованности, да, но это очень серьезный тренд, который развивается, поэтому, ну, как бы, как первые шаги в этом направлении уже делает. Думаю, что, там, значительные объемы продаж вряд ли, прямо сейчас это можно ожидать в ближайшем, например, год-два, ну, скажем, уже в пятилетней перспективе, это очень, как бы, перспективно, скорее всего. Так, ну, вот, собственно, как бы, все, наверное, вопросы, да, как раз ровно в полтора часа мы уложились, видите, точность, вежливость королей у нас получилась. Огромное спасибо всем за внимание, что вы полтора часа выдержали у экрана, в нашей самоизоляции это всегда сейчас тяжело, только за экраном сейчас и сидим, на самом деле. Вот, всем большое спасибо за работу, за участие и, собственно, как бы, успехов в развитии как цифровых, так и реальных онлайн-продаж. На этом я с вами прощаюсь, всего вам доброго, всем, собственно, как бы, до свидания. Продолжение следует...